Всем привет! Продолжаем путешествие по книге поэта Первой мировой войны, антология. Составитель мой друг Анатолий Соколов, автор идеи, редактор Борис Орлов. Сегодня хочу вас познакомить с Николаем Келлиным. Келлин Николай Андреевич, казак, доктор медицины, поэт, автор книги «Казачья исповедь». Родился в 19 ноября 1896 года в станице Клецкой, Усть-Медведицкого округа в области войска Донского. Окончил Усть-Медведицкое реальное училище, в 1913 году поступил в Лесной императорский институт в Санкт-Петербурге, в 1914 году прошел срочные курсы в Константинском артиллерийском училище и ушел на фронт в Восточную Пруссию, там, где после февральской революции был избран командиром батареи. После развала фронта во время революции пробрался на Дон, где принял участие в борьбе против Красн. После отступления Белой армии на Кавказ эвакуировался из Новороссийска в Крым. В ноябре 1920 года попалась в Керчи в Константинополе и дальше на греческий остров Лемнос. Позже, проработав некоторое время чернорабочим в Константинополе, получилась группа русских студентов-белоармейцев стипендию на обучение в Фраге. Кстати, говорят, что Чехословацкое правительство использовало для обучения русских эмигрантов «Сарское золото», которое вывез из России, «Чешский корпус». Ну, это вот некоторые исследователи пишут. В Фраге после окончания медицинского факультета Керлин стал сельским врачом в селе Жили в Юго-Восточной Чехии. Конечно, стасковал по родному Дону, по России, по родной станице Клецкой. И это выражено в его творчестве. В 1957 году, не так давно, Николаю Андреевичу вместе с младшим сыном удалось получить разрешение и побывать на родине. Еще были живы его мать и две сестры. Кстати, одна из сестер вернулась после 14 лет заключения в ГУЛАГе. Так вот, в этой поездке в 1957 году он побывал в гостях у Михаила Шолохова, с которым переписывался. В 1968 году доктора Келлина пригласили в Ватикан на торжественный прием, знак благодарности за спасение жизни, заботу о заключенных, католических священниках и их лечении в Жили вском монастыре. Этот монастырь был превращен в тюрьму во время войны. Из Ватикана он отправился в Париж, побывал у казачьего поэта Николая Туроверова, навестил других своих друзей и казаков. Тяжелым испытанием для Келлина стало поражение пражкой весны 1968 года и ввод советского войска в Светловакию. 9 января 1970 года его нашли на пороге дома в Женеве. Он умер от пятого инфаркта под дорогой с работы. Вот такая вот смерть. Его желание не нарушать родовые традиции и умереть стоя сбылось. Похоронен в семейной могиле крипты Успенского храма в Праге на православном Ольшанском кладбище. Такая вот судьба у человека, белого офицера Калай Келлин. Ну а теперь немножко, немножко его стихотворений. Вот первое створение. Ах, молодость! В розовом дыме цветет и качается сад. Весенний шорох и ныне не вновь о былом говорят. Ушел, улетел, замирая, смеющийся призрак весны. Зеленые проли серая, где дремлют от светшие сны. А молодость! О, она на птицей уже к западу жизни летит. Бледнеет знакомые лица, то снеет мой огненный щип. В погоне за призраком милым, расколото сердце совсем. Развеянные буйные силы, язык мой и жалок, и нем. Но сердце в последнем порыве стремится былое вернуть. Напрасно. На скошенной ниве живые цветы не цветут. Ах, стихотворение хорошее. У него такое коротенькое интересное стихотворение. Дон называет. Дону, Дону слава, мертвым, тишь могил, храбрым, честь и право, слабым, больше сил, нам, порыв и взлеты, им, отмщение, час, степи, шеверномета, таковыльный сказ. Ах, здорово. Чувствуется казак. Ну вот еще одно стихотворение. Ты опять пришел в воспоминаниях, но и ты уж тронут холодком. Замолчавший боли расставания, не напомнил новом былом. Дети годы юности крылатой, что дождями вешними прошли. И шумят близородимой хатой, как когда-то наши ковыли. Милый друг, а годы влетают. Улетает годы, милый друг, но не ближе мы к родному краю. Все теснее сжимающий нас круг. Если можешь, верь. А я не верю, Боля. Сердце чуткое подернулось литком. Даже петь о старом диком поле не мешает отступившей к горлу ком. Одиночество, эмиграция, ностальгия. Следующее. Я видел, как оскали в жадно зубы. А ворвалась к нам голодная орда. Их вожак, злохмоченный и грубый, вдруг натянул преддомом повода. Влетели в дом, обшарили все щели. Отца срубили шашкой на ходу. Потом за хутором орали и шумели. И что-то страшно ухало в саду. Война, война. И с кем? О, Боже, правый. Века отцы рубились у границ. Лежат в пыли скопыченной травы. А казаков угнали из станицы. В краю, где все дышало благодатью. Где в синей воды глядели стополя перонито. Там серо-хмурые рачи молчат, насупившись колхозные поля. Да останется казаки степь. Забыть ли в белесом рассвете мою помертвевшую мать? И можно ли кому нас планете об этом без слез рассказать? Казался неправдой и ложью. Над родиной вздыбленный вал. И голос наполненный дрожью. И смерть, и холодный оскал. И дед в пиджачишке у богом. И конь у родного крыльца. И дальняя эта дорога. И тень дорогого лица. Как будто вчера это было. И спешка, и сборы, и поход. Мы отдали все, что нам мило. Тебе, восемнадцатый год. И вот последнее кистотворение, которое я хотел бы вам прочитать. Хоть бы горску российской землицы К раскаленному сердцу прижать. В аромате ее растворится. Аромат ее пьяный вдыхать. Отцвели парчевые одежды. Палых глаз отцвела синева. Русь забытая дальняя. Где ж ты? Разгоняла святые слова. Опущусь пред тобой на колени. На просторы твои помолюсь. Каждым днем для меня ты нетленней. Каждым днем все больнее. Моя Русь. Да, чувствуется, конечно, боль. Ностальгия по России. Ну, вот практически все, что я вам хотел прочитать. Рассказать о Николае Келлине, Николае Андреевиче. Казаке, докторе медицины, поэте. Который родился в 1896 году. И умер в 1970 году на пороге дома в Женеве. Вот такая судьба у человека. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok